Добрый вечер. Ожидавшие 85 лет своей встречи со слушателем, произведение наконец-то сегодня обретет свою сценическую жизнь. Мы сегодня с вами присутствуем на премьере спустя 85 лет, после того, как она была написана, оперы выдающегося русского композитора Александра Васильевича Масалова, опера «Латина». Дина Шасовра, тот, кто послал ему его дар, у него отбирается сразу, без подготовки, без предупредительных выстеживок в воздух, вот так просто, как возвратившего доверие. И Масалов, который начал свою оперу писать, вполне благонамерный сюжет о том, как в некой деревне пришли строители светлого будущего и решили осчастливить этим светлым будущим, этих темных, забитых и реакционных даже порой крестьян. И, конечно, сюжет вполне себе благонамеренный и такой политически выдержанный, но Масалов, как всяких крупных художников, а вот это крупные художники, всякого сомнения, взявшись за этот сюжет, знаете, когда-то Пунин гениально сказал, я раб своих героев. И Масалов оказался тоже рабом своих героев, своей музыки, потому что, начав писать оперу одним образом, закончил ее совершенно другим. И получилась опера не о том, как построили светлое будущее, а о том, как строят светлое будущее, уничтожают людей, уничтожают жизнь, уничтожают чувства. Это 40 лет назад я обнаружил в библиотеке консерватории главер плотины, во-первых, музыка замечательная, а во-вторых, я когда все это сыграл и добрался до финала, у меня просто голоса шевелились от того ощущения, которое рождала эта музыка. В 28-м году написанная, я повторяю, к счастью, не поставленная, потому что если бы ее поставили, я думаю, Масалов бы уже больше никогда не прикасался бы к столу, потому что бы просто не было бы. И из текста, это не мои фантазии, не фантазии режиссера, из текста оперы рождается образ биороботов, а на той стороне живые и поющие люди. И опера, которая в 85 лет ждала своего часа, оказывается правильнической. Она актуальна не только потому, что она написана замечательным композитором, и это замечательная музыка. Она по своей идее, по своей метафоре очень актуальна сегодня. Не обращали ли вы внимания на то, что мы перестаем быть поющей нацией? Мы не поем, в отличие от наших соседей, между прочим. Потому что мы сейчас находимся в поле, когда командуют в основном вот эти ребята, которые пришли, вот эти биороботы. У нас деревенских людей, деревенских девушек поет фольклорный ансамбль консерватории. Но когда я это услышал, это получилась эта метафора Масолова, она оказалась усиленной стократно. Александр Масолов, плотина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 из Управления главного инженера государственного строительства. Перед подготовительных работ окончен. Строительство переходит к главной своей задаче – работам по сооружению плотины. Руки многих тысяч пролетариев, техников и инженеров отдали год жизни на строительство станции. Одного из краеугольных камней будущей социалистической промышленности Союза Советских Республик. Главный инженер Гарретт. Четыре сбоку ваших нет, да я ж. Союза Советских Республик. Союза Советских Республик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Чтоб пролетарий, взяв машину в свои руки, мог создать иные города, иные силы, где машина будет работать по плану на народ, и где машина будет не моя, а общая. Вот поэтому нам нужно покидать поля. Наш путь вперед. Этот путь один. Поэтому в пути пойдет земля.